Добрый вечер, хорошие мои девочки и мальчики! Усаживайтесь поудобнее у телевизионных экранов и слушайте историю о том, как Петсон и Финдус были в походе. Проснулся котенок от страшного стука в дверь. Это, наверное, самая большая в мире щука охотится за мной, бедным маленьким котенком, решил Финдус. Он подскочил от страха и прислушался. Дверь дома приоткрылась, и самая большая в мире щука прокричала. Привет, Петсон! Ты уже проснулся? Финдус понял, что это приятель хозяина Густавсон. Котенок не очень любил Густавсона, поэтому он ничего не ответил и выскочил в окно, чтобы разбудить Петсона. Густавсон тоже направился в сад и заглянул в палатку. Петсон, с добрым утром! Уже восемь часов, пора вставать! Петсон нахмурился и вылез из палатки. Он еще не до конца проснулся и был недоволен, что Густавсон пришел так рано. Да ты настоящий турист! Решил устроить себе отпуск? Ехидно поинтересовался сосед. Петсон смутился. Ему было стыдно, что Густавсон застал его в палатке в саду. Обычно люди не ночуют в саду, когда у них есть нормальный дом. Это... это не я, пробормотал Петсон. Это Финдус. Вот как? Усмехнулся Густавсон и почесал подбородок. А я-то думал, что это ты! Во всяком случае, очень похожа на тебя, особенно шляпа! Густавсон громко рассмеялся. И Петсон понял, что сегодня вся деревня узнает, что ненормальный Петсон ночует в палатке в собственном саду. Тут Петсон не на шутку рассердился. Конечно, тебе хочется рассказать что-нибудь новенькое соседям, сказал он. Но сначала я расскажу тебе, как все было на самом деле. Мы с Финдусом провели несколько дней в горах. Потом за нами гналась стая белых волков. Мы от них убежали, но заблудились в лесу. Потом нам удалось выйти к озеру, и мы наловили рыбы. Я поймал своим рыболовным луком настоящее чудо-юдо, но оно сорвалось с крючка. Зато Финдусу попалось несколько толстых лососей, и мы съели их на ужин. Я так наелся, что заснул, а когда проснулся, оказался в палатке. Наверное, ее поставил котенок, пока я спал. Разве не так, Финдус? Вот так-то, сказал Петсон. Надеюсь, я имею право вздремнуть у себя в саду. Котенок кивнул. Конечно, конечно, пробормотал сосед. Он растерялся, потому что не знал, можно ли верить в эту историю. Я просто хотел попросить у тебя клещи, сказал Густавсон. Петсон принес из сарая клещи, и Густавсон пошел к себе. Он все еще обдумывал то, что рассказал ему Петсон. Палатку тоже можешь взять. Вдруг ты надумаешь отправиться с женой в поход и захвати с собой коров. Им тоже будет полезно подышать горным воздухом, – крикнул Петсон соседу. Густавсон ничего не ответил. Зачем ты придумал такую историю про наш поход в горы? – спросил Финдус. Ну, если Густавсон захочет поболтать с соседями, ему теперь будет о чем рассказать. Довольно скучно сплетничать о человеке, который всего лишь ночует в палатке у себя в саду. Но, Петсон, мы ведь так и не побывали в настоящих горах, мяу, – сказал Финдус. Мы можем отправиться туда прямо сейчас. Давай заберемся на горку за нашим сараем и позавтракаем там. Ура! Пойдем скорее, Петсон! Ну, а сейчас, дорогие мои девочки и мальчики, вам пора посмотреть мультик и готовиться ко сну. До свидания! Пусть вам приснятся хорошие, добрые сны! Продолжение следует...